На этой неделе страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Из-за этого произошло падение рубля. Как это отразится на простых гражданах, разбирался наш корреспондент. Колебания на рынке начались на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки стран ОПЕК+. Стороны не договорились о совместных действиях в рамках соглашения о стабилизации нефтяного рынка. С 1 апреля этого года все участники ОПЕК+, не имеют никаких обязательств по снижению производства черного золота. В это время курс рубля пережил мощное падение после обрушения нефтяных цен. Колебания на валютном рынке в первую очередь, как отмечают эксперты, отразятся на цене импортных товаров. Они могут повыситься соразмерно по дорожанию иностранных валют. Если вы же наоборот занимаетесь импортом, то, конечно, столкнетесь с ситуацией, когда дорожают или компоненты, которые вы приобретаете, комплектующие, ну или конечный товар. И, соответственно, это может сузить потребительский спрос, потому что цены вырастут, вы не сможете продать столько, сколько продавали. Но такая вот вещь, она сказывается тоже не сразу. Ведь контракт никто не заключает одним днем и на один день. Все контракты, ну на приличной поставке, в ту или другую сторону, они делаются, ну как минимум, это сказываться будет там через месяц, через полтора. Что делать в сложившейся ситуации обычным жителям нашей страны, в частности Тверской области, нам рассказал директор Института экономики и управления ТВГУ. В первую очередь специалист призвал отказаться от покупок, которые не имеют срочной необходимости. Также эксперт подчеркнул, что не стоит поддаваться ажиотажу и бежать в обменные пункты. Перейти, как я уже сказал, в режим экономии. Я много раз говорил и еще раз хочу сказать, что тех, у кого есть достаточные деньги, они уже давно это превратили в валюту или какой-нибудь другой актив. В рублях надо держать то, что вам надо в течение одного месяца. Если есть излишки, лучше это превратить в валюту. Эксперты не прогнозируют, когда успокоится рынок, отмечая, что в ближайшее время изменений не предвидится. Однако первый этап урегулирования наступит тогда, когда будет заключен договор между ОПЕК и Россией. Напомним, что недавно Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.